Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. В жизнеописании архимандрита Иоанна Крестьянкина о Рязанской земле говорится «Русь Рязанская, какой обильный урожай святых, блаженных, праведников и исповедников она собрала в Божью житницу. Особенно остро ощущался этот Божий дар в деревнях. Деревня продолжала оставаться уделом сельских тружениц, которые, несмотря на то, что многие храмы были закрыты, не забыли ни молитв, ни благодатных переживаний Божьей службы». В декабре 1959 года архимандрит Иоанн Крестьянкин стал вторым священником церкви Космы Дамиана в селе Летово. Настоятелем там в это время был протеерей Иоанн Смирнов, будущий архиепископ Глеб. В народе их звали Иван Большой и Иван Маленький. А со-молитвенником и близким человеком для них обоих был отец Виктор Шиповальников. Об этих трех подвижниках XX века рассказывает книга, которая вышла в свет в издательстве «Зерна слова» и называется «Они служили в Летове». В этой книге рассказывается о трех подвижниках XX века, в разное время служивших в Космодомианской церкви села Летово. Архимандрите Иоанне Крестьянкине, архиепископе Глебе Смирнове, протеерея Викторе Шиповальникове. В кропотливо собранных автором рассказах и воспоминаниях очевидцев эти замечательные пастыри Русской Православной Церкви предстают перед читателями как живые. Книга написана художественным литературным языком, иллюстрирована архивными фотографиями. Ее автор, писатель Игорь Евсин, живет и работает в Рязани. В 1991 году он закончил литературный институт, является автором более 20 книг поэзии, прозы и публицистики. Им подготовлены и изданные жизнеописания святителя Феофана Затворника, святой блаженной Любови Рязанской, митрополита Симона Новикова, архимандрита Авеля Македонова и других. Во вступительной статье к этой книге автор рассказывает об образовании села Летово, об его интересной истории. По словам Игоря Евсина, одной из тайн села является происхождение названия. Оно имеет любопытные версии, связанные с исторически значимыми событиями, происходившими на Рязанской земле. Есть легенда, что при нашествии на Русь монголо-татар, в этих местах целое лето простоял хан Мамай. Поэтому ближайшее к стоянке Мамая поселение получило название Летово. Но со временем рядом с ним возникло новое селение, причем название Летово перешло на него, а прежнее стало называться Старолетовым. Однако в рязанском топонимическом словаре под редакцией Бабурина говорится, что историю села Летово следует начинать со времени сооружения Большой засечной черты. По некоторым данным, село получило свое название по имени или прозвищу Казака Лета, основавшего деревню в середине XIV века, когда он находился на постройке, а затем на службе на засечной черте. Население деревни состояло из служилого Люда и за счет него же пополнялось. Статус села оно получило в конце XVIII века. Засечная черта, одним из строителей которой был Казак Лета, являлась тогда очень важным опоронительным сооружением для крепнущей Московской Руси. Эта черта сооружалась из порубленного засечного леса. Из него делали завалы, а из заостренных бревен ставили ограду, препятствующую продвижению противника. Большая засечная черта на Рязанской земле проходила вдоль бассейна речки Вожи. Время от времени она поновлялась, то есть ремонтировалась. В 1614 году князь Дмитрий Пожарский, проведя состояние засеки, захватывающей окрестности нынешнего села Летово, обратил особое внимание на ее неисправности в районе деревни Перикаль и лично сделал предложение по их исправлению. Такое внимание к Вожской засечной черте было связано с тем, что с южной стороны речки Вожи на московские земли нападали кочевники. Именно здесь в 1378 году проходила знаменитая битва войск князя Дмитрия Донского и примкнувших к нему рязанских полков с мангоро-татарскими уордами. Войско князя двигалось навстречу противнику как раз со стороны села Летово. И вполне может быть, что Дмитрий Донской останавливался в нем станом. Но достоверно это неизвестно. Вожская битва, происходившая на Рязанской земле за два года до Куликовской, стала первой победой Руси Чейнат, казавшимися тогда непобедимыми татарскими завоевателями. Не прошло и столетия после этой битвы, как Летово, в котором при Казаке Лете было около десяти дворов служилых людей, выросло в большое селение. К тому времени в нем уже была деревянная церковь в честь святых врачей, бессребренников Космы и Дамиана, которая впервые упоминается в окладных книгах в 1676 году. А про существующую ныне церковь в историко-статистическом описании церквей и монастырей Рязанской епархии говорится, что она построена в 1819 году помещиком Кошелевым. Однако, согласно документам Государственного архива Рязанской области, нынешняя Космодомианская церковь построена в 1900-1902 годах чанием бывшего прихожанина села Летово Мещанина Игнатия Веревкина на собственные средства с помощью разных благотворителей. В церкви служили один священник и псаломщик, которые жили в домах, построенных чанием членов Причта. Но недолго, всего 15 лет, спокойно, с верой и благоговением молились в этом храме прихожане. В 1917 году грянули сначала Февральская, а потом и Октябрьская революции, сломившие развитие русского православного государства. Церкви начали одна за другой закрываться безбожной властью, а вера во Христа стала считаться преступлением. Однако Космодомианский храм не закрывали вплоть до конца 1930-х годов. Со всей округи стремились тогда попасть в него верующие. Интересные воспоминания, по словам автора, оставила Клавдия Илларионовна Евстафьева, более полувека прослужившая старостой Космодомианской церкви. Она помнит, как в конце 1930-х годов церковь закрывали. «Безбожники разорили иконостас», — рассказывала она, — «разворовали церковную утварь, двери храма открыли настежь и въезжали в него на лошадях, оскверняя святое место. Настоятеля отца Иоанна Орлова арестовали. После он пропал без вести в Архангельской области». Во время Великой Отечественной войны церковь передали Рязанской епархии. Вновь потянулись в нее верующие. Восстанавливать Космодомианский храм было трудно и небезопасно. Отстраивал его настоятель иеромонах Дорофей. Он-то и поставил меня старостой. Особенно же запомнился другой настоятель протеерей Иоанн Смирнов, ставший впоследствии репейпископом Орловским и Брянским. В народе он получил прозвание Иоанн Большой. Благочестивым прихожанам что-то большое виделось не только в его росте, но и во всем облике, в мудром лице, проникновенном взгляде, величественной осанке. В 1957 году обстоятельства жизни привели в Рязанскую епархию отца Иоанна Крестьянкина, и он стал вторым священником церкви Космы Дамиана. Способствовал ему в этом духовно близкий человек, ключарь Рязанского Борисогребского собора, отец Виктор Шиповальников. Сам отец Виктор служил в Космодомианском храме в 1952 году. К своей пастве он относился с уважением и любовью. Веселый, общительный, он в разговорах ободрял унывающих, утешал скорбящих, укреплял сомневающихся. Все это способствовало возрождению духовной жизни в Летовской округе. Прослышав о благолепных, торжественных богослужениях, проводимых отцом Виктором, в Летово стали приезжать паломники из разных мест. Прихожане успели полюбить отца Виктора, хотя служить в Летове ему довелось недолго. В 1953 году его перевели в Борисоглебский собор. А через четыре года отец Виктор помог отцу Иоанну Крестьянкину перейти в Рязанскую епархию. По воле Божьей, именно здесь, на Рязанской земле, началось проявление духовных дарований батюшки Иоанна. Став скромным сельским священником, он познавал жизнь простого народа, как говорится, изнутри. У деревенских простецов учился духовной мудрости и, приумножив ее, начинал учить других. Когда прославляют какого-либо святого, в церковном песнопении поется «По имени и житие твое». Отец Иоанн Крестьянкин стал пастырем-крестьян, благодатным пастырем. Само имя Иоанн значит «благодать Божья». Много рязанцев преобразилось благодаря батюшке Иоанну. Много на Рязанской земле воспитал он достойных духовных чад. Обо всех приходах сохранил благодарную память, но с особой нежностью вспоминал церковь села Летово, названную в честь врачей-бессребренников. Не потому ли, что и сам он являлся бессребренником и врачом многих болезнующих душ, изверившихся, отчаявшихся, унывающих, сомневающихся? Победитель монгола-татар в Куликовской битве святой и благоверный князь Дмитрий Донской, освободитель Москвы от поляков князь Дмитрий Пожарский, великий русский поэт Сергей Есенин, архиепископ Глеб Смирнов, архимандрит Иоанн Крестьянкин, протеерей Виктор Шиповальников, блаженная Пелагея Захаровская. Все эти имена прямо или косвенно связаны с почти исчезнувшим ныне селом Летово, находящимся в Рыбновском районе Рязанской области. Более подробно автор рассказывает о трех батюшках, каждый из которых в свое время служил в Космодомианской церкви села Летово. Как они познакомились, как дружили, как потрудились на Ниве Господне эти подвижники благочестия, и в частности на Рязанской земле, вы узнаете из книги «Они служили в Летове». Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. Как всегда, я напоминаю вам, что мудрые душеполезные книги вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин